Вторая жизнь областной филармонии. От нее отказались в 2003-м и лишь спустя 10 лет решились новой возродить. Какой станет обновленная филармония? Чего ждать зрителям? Накануне нового сезона говорим с ее руководителем Ильгизом Янбухтиным. Это интервью 360. Ильгиз Решатович, здравствуйте. Вы 5 лет занимались международным направлением симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Долго ли вы соглашались возглавить филармонию областную и реанимировать ее? Скажу без пакетства, что это предложение было лестно, это была большая честь для меня. И, безусловно, я его принял с радостью, понимая при этом, какая большая ответственность ложится на мои плечи. Филармонию расформировали более 10 лет назад. Какое наследство вам осталось? Сколько было музыкальных коллективов и сколько их сейчас? Скажу честно, что наследство досталось очень непростое во всех смыслах этого слова. И мы в данный момент находимся в стадии реорганизации. Опять-таки, все это в рамках выполнения постановления правительства Московской области от 19 августа прошлого года о перепрофилировании и переименовании Московского областного продюсерского центра. И сейчас мы активно занимаемся реорганизацией как коллективов, так и в целом филармонии. Но коллективы, которые были до этого, они сохранятся сейчас? Безусловно. Это одна из важнейших задач — сохранить их творческий потенциал. Но самое главное — это вопрос развития. А какие коллективы останутся? Какие придут новые? Сколько их будет? Вопрос, наверное, стоит не в том, что мы будем стараться добавлять количественно. Мы прежде всего исходим из того потенциала, который уже есть. И в качестве самого яркого примера тех позитивных изменений, которые происходят в филармонии, это изменения в хоре, в Государственном академическом Московском областном хоре имени Андрея Дмитриевича Кожевникова. В качестве иллюстрации скажу, что сейчас новое художественное руководство, ректор Хоровой Академии, Академии Хорового Искусства имени Виктора Сергеевича Попова Николай Николаевич Азаров возглавил с июня месяца этот хор. И для специалистов, для профессионалов, я думаю, это лучшая рекомендация по отношению тех изменений, которые происходят, потому что это самая, наверное, дееспособная, крупнейшая структура в области подготовки кадров для хоров. Это кузница кадров, всероссийская, хорового и оперного искусства. А что значит аттестация творческих коллективов? Как она выглядела и как вы ее оцениваете? Ну, в самом общем виде, по определению, аттестация – это проверка экспертной профильной комиссии, состоящей из представителей, ведущих представителей, подчеркиваю, разных филармонических жанров, в соответствии профессиональным требованиям музыкантов, и равно как административного состава тоже. А какова будет будущая система, будущая, точнее, структура филармонии? Будущее филармонии однозначно видится как современная, инновационная, отвечающая современным требованиям концертная организация, которая должна стать одним из ключевых операторов, концертных операторов Московской области. Будете ли вы брать, может быть, пример с какой-то другой филармонией? Примеров много, как отечественных, так и западных, но я хочу сказать, что вообще вся отрасль менеджмента, управления в сфере культуры в России, она находится в стадии переходной, поэтому я не исключаю, что Московская областная филармония на самом деле станет пионером по многим направлениям. В Москве, конечно же, много залов, и, безусловно, в Москве гораздо проще удовлетворить зрителя. Вот касаемо областной филармонии, чем вы планируете брать зрителя, и будет ли это, может быть, один зал или несколько залов, где будут проходить концерты? Вы знаете, сейчас идет полномерный процесс воссоздания реальной, настоящей филармонической афиши по области, что означает, что жители населения области будут иметь возможность отслеживать планируемые концерты самых разных филармонических жанров по самым разным муниципальным районам и залам, дворцам культуры. Эту афишу мы создаем с нуля, равно как фактически с нуля ставим концертную деятельность и налаживаем отношения с залами. А дизайн афиши уже разработан? Вы немножко опережаете, наверное, то, что я хотел сказать. Филармония сейчас находится в стадии ребрендинга, что означает, что мы в сентябре представим на суд зрителей новый фирменный стиль, и в начале сентября будет запущен новый корпоративный сайт. Не могу не сказать, что мы совместно с Министерством культуры Московской области, нашим учредителем, мы подготовили целый ряд так называемых целевых проектов по самым различным смысловым, скажем так, тематическим блокам. Я не буду голословным, это детский блок, это образовательные проекты, это проекты, связанные с широкой семейной аудиторией или с молодежной аудиторией, равно как мы, естественно, не можем пройти мимо предстоящего в следующем году 70-летия Великой Победы, фольклорные проекты, то есть самые разные филармонические жанры. Расскажите о самых крупных, ярких, на ваш взгляд, проектов поподробнее. Если говорить об образовательных проектах, мы привлекли, наверное, лучшие силы в нашей стране по этому направлению. Это Александр Гиндин, заслуженный артист России, Артём Баргавтик, известный тележурналист, и ансамбль солистов «Эрмитаж» представят проект «Классика высокая и доступная». Что касается проектов для семейной аудитории, мы планируем в следующем году отметить очень две важные даты. Это 70-летие нашего замечательного советского и российского композитора Максима Исааковича Дунаевского, и плюс к этому его великий папа Исаакович Дунаевский, 115-летие которого мы будем отмечать. И, соответственно, Дунаевский гола – это для семьи, для широкой семейной аудитории. Что касается молодёжи, мы активно продолжаем сотрудничать с Ольгой Кармухиной, которая не чужой человек для области. И симфорок – это тот самый формат, который позволит привлечь не только молодёжь, но и, так сказать, более, наверное, старшее поколение. Главное – качество. То есть самый главный знаменатель универсальный для всех проектов – это качество. Это будет цикл концертов или это будет один галоконцерт? Это будет цикл концертов в рамках одного проекта. Мы постараемся как минимум раз в месяц в разных муниципальных образованиях, районах, городах давать минимум один концерт. Ильгиз Решатович, считаете ли Вы, что область должна развивать, может быть, одно направление, ну, например, классическую музыку, или стоит, соответственно, уделить внимание всем направлениям в равной степени? Вы знаете, по определению, филармония – это организация, которая занимается концертами в самых разных жанрах. Это характерно и для, так сказать, наших старших коллег из Московской государственной академической филармонии, для других регионов России. И, безусловно, для меня, как для руководителя филармонии, который отвечает, опять-таки, за качество, важен баланс самых разных филармонических жанров. Классика прежде всего, но не только классика. Речь идёт и о популярном направлении, о фольклоре, народной музыке. Даже эстраде, почему нет? Главное – качество. И хочу сказать, что филармония – это организация, которая занимается именно профессиональным искусством. Если говорить о доступности искусства, есть примерное понимание, сколько будут стоить билеты, и каждый ли житель Подмосковья сможет позволить насладиться и культурно обогатиться музыкой? Вопрос в точку. Это то, о чём мы думаем каждый день, потому что, с одной стороны, хочется предоставить качество, качество, не уступающее московскому, а, с другой стороны, мы понимаем, что не должно быть иллюзий, и с точки зрения средней цены билета, с точки зрения и доходов населения, в целом по области ситуация отличается. Не говоря уже о том, что рынок в Москве давно сформирован, он огромный, а рынок именно, так сказать, филармонических жанров, он разрушен в области, и мы его воссоздаём. И чисто экономически я понимаю одну вещь, и в качестве образа я часто привожу своим коллегам, знакомым, друзьям, чтобы заработать 100 рублей в Москве, нужно дать один концерт, чтобы заработать 100 рублей в области, 5, 6, а может быть, 7 концертов. Поэтому здесь должна быть создана именно верная технология, некий, в хорошем смысле слова, конвейер проката, конвейер проведения концертов, где мы работаем с залами в тесном сотрудничестве. Если говорить про зал, о филармонии, планируете ли вы, возможно, строительство, непосредственно зала, где будет наша филармония располагаться, или это будет постоянно, скажем так, в разных регионах Московской области? Вопрос напрашивается, и я об этом часто думаю, и всему своё время. Я думаю, что в преддверии нового сезона мы, наверное, этот вопрос будем обсуждать с нашим учредителем, вот, потому что сегодня основные усилия направлены именно на реорганизацию. Но вопрос справедливый. Ильгиз Решатович, благодарю вас за интервью. А я напомню о подготовке к первому сезону возрожденной областной филармонии мы говорили с её директором Ильгизом Янбухтиным. Это интервью 360. Оставайтесь с нами.